Привет, дорогая! Меня зовут Даша и мисс Алисончик, я очень надеюсь, что я правильно понесла них, попросила меня снять видео о моей электронной книжке. Я с радостью исполняю её, не затейливаю пожелания. У меня это электронная книга фирмы DIGO, E601HD. Я прошу тебя, очень внимательно посмотри это видео и никогда не бери эту книжку. Я не великий спецполит тонну книгам, но какие мысли у меня есть. Итак, это китайская фирма. Почему чехол шёл в упаковке сразу? Здесь есть разъём внизу, круглый для наушников, хотя для меня чуждо читать книгу, я должен именно слушать музыку. Разъём для USB кабеля. И, собственно, так, ну, какие-то кнопки вот здесь сбоку, на серебряный панель, это кнопка режима ожидания, она же кнопка включения, очень удобно, потом скажу почему. Я захотела без клавиатуры, и у меня здесь кнопка «Домой», то есть главное меню, вперёд листать, назад листать. Тоже здесь вот этот круг, это для перехода по меню, окей, это окей, всё понятно, вот это вот вверх, вниз, влево, вправо. Это и вот этими же двумя кнопками можно листать вперёд-назад тоже, если сюда как-то неудобно по тем или иным причинам. Кнопка «М» — это меню именно по книге. И вот эта кнопочка — это общие настройки электронной книги. Поехали! Включается очень много кнопкой вот этой включения. Узнаётся, ну, то, что книжка включается вот по этому индикатору, который загорается. То есть я вот сейчас попробую. Включается на счёт 5, то есть 5 секунд нужно ждать, прежде чем она хоба! Загорелся, включается. И вот мы видим логотип. Это жидкие чернила, то есть E-Ink. Дисплей не цветной, от такого дисплея, от цветного очень устают глаза. Подсветки тоже нет, по той же самой причине. 10 секунд грузится книжка. И вот, наконец, мой главный меню. Вот, с чернилами E-Ink, если будешь, собираешься брать, то есть если у тебя ещё нет, то бери только с жидкими чернилами, потому что с ними у глаза устают почти не больше, чем с обычной книжкой читать. Ну, конечно же, чуть побольше, но это совсем не ощущается на физическом уровне. Так, что мы здесь видим? Мы видим историю, то есть то, что мы читали последним. Далее книги, то есть это просто список книг, которые мы сюда закачали. Музыка, всё логично. Фотографии, опять, всё логично, но сюда, если качать фотографии, они будут только в чёрном белом расширении, и сюда их закачивают только, чтобы в режиме ожидания, когда в режиме ожидания включаешь книгу, я потом покажу, появляется картинка, которую ты устанавливаешь. Память, то есть, просто посмотреть, что там с памятью. Блокнот, тут вызывается клавиатура, потом покажу, что оно очень удобно по ней печатать, потому что ты по ней перемещаешься с помощью вот этого вот джойстика. Так, заметки, это если ты, есть функция добавить заметки, то есть ты можешь посмотреть их с помощью вот этой вот словари, радио. Есть ещё второй лист. Здесь у нас календурь, игры, установки, инструкция в электронном виде и кнопка выключения, которую я никогда не пользуюсь, потому что я пользуюсь вот этой. Собственно, нас интересует, я не буду касаться игр, и сразу перейду к книгам, потому что именно это наш, нас, и интересует, как бы экран переходит на, то есть, выбор какого-то меню, 2 секунды, достаточно долго это считается для книги, но, в принципе, ничего. Итак, вот я на твои глаза буду выбирать книгу самую в верхнем списке, то есть, я нажимаю ОК, если по ОК, я нажимаю ОК на 5 секунд. Грузится 5, 4, 3, 2, 1, вуаля. И загружается сразу автоматически с той страницы, на которой ты закончила читать. То есть, ничего сохранять не нужно. Сразу видно внизу, вот здесь, страница, на которой ты находишься, и сколько всего страниц в правом верхнем углу. Индикатор зарядки, текущее время, вот, и название книги, в данном случае мануал, например, да. Если нажать кнопку ОК, то оно всё развернётся и не будет отображаться ничего, что мне не нравится. Начнём с кнопки включения и выключения. Дело в том, что мне не нравится, что оно находится на одной кнопке, потому что, когда я хочу выключить книгу, она мне дает режим ожидания. И процесс выключения может стать очень таким нервотрёпочным, и поэтому я бы предпочла, чтобы режим ожидания переходился бы автоматически. Кстати, такая функция есть. Так, там есть три параметра. Вообще не переходить никогда на режим ожидания после трёх минут простой книги, после пяти простой режима книги. Я бы предпочла, чтобы вообще кнопкой нельзя было бы так сделать, потому что, ну, зачем, если можно стать автоматическим режимом ожидания. Вот, и, собственно, здесь я высказалась. Показывает, что вот она такая туренькая, кстати, плохой из меня обзорщик аппаратуры всяких гаджетов. То есть такая... Что здесь? Вот эти две кнопки. Меню, господи, вот это меню по книге и меню основное. Вот, кстати, режим ожидания учился автоматически после трёх минут простой. Так вот. Когда я нажимаю вот это меню, у меня очень часто вылазит вот это. И наоборот. То есть здесь или контакт перепутан, или какой-то глюк, в общем, не знаю. Сейчас мы берём эту заставочку. Попробуем включить, не знаю, повезёт нам, не повезёт. Вот это меню по книге. Заодно посмотрим, что же там мы имеем. Нам повезло. Мы имеем содержание, сноску, увеличение текста, уменьшение текста, поиск, переход на страницу. Поворот экрана. То есть можно читать не только вот так, но и вот так. Так, добавление закладки, просмотр закладки, чтение вслух. Этого мы ещё коснёмся. Автолистание, заметки, сохранить заметки. И установки, которые вообще по электронной книжке. Причём я не понимаю, вот этот пункт, зачем его делать, если есть отдельная кнопочка. Плюс еще можно вернуться в общее меню домой и там выбрать. Пойдём по порядку. Во-первых, мне не нравится порядок расположения вот этих вот команд. И, то есть, вот это вот меню, оно мне категорически не устраивает. Я бы здесь поменял бы очень многое. Насчёт чтения вслух. Я тебе сейчас продемонстрирую, почему не один нормальный в адеквате чтён человек, только ради прикола или под марихуану, не станет её использовать именно в этой модели. И, напоминаю, модель вот такая вот. Наслаждайся. Добыча или вылезать? Пришут вылезать. Справа появляются отрельпицы. Начинает диапоническое убегство. Отрельпицы посидятят их удирать, удирать. Дрельпицы гонят беспорядочно в бегущуюость. Вперёд. Эта функция не доработана. Далее. Ну, у меня уже начинается такое видео, не видео моей книги, а видео, книга, которую я бы хотела. Итак. Книга, которую я бы хотела. Я бы хотела, чтобы здесь был такой кармашек, который была бы специально тряпочка, которая могла бы протирать как экран книжки, так и вот эти вот панели по бокам. Потому что насчёт заляпывания, кстати, пальцами, это... Ну, у меня в чёрном варианте книжка, поэтому это не столь трагично, но факт есть такой. То есть, в принципе, если руки только-только помыты, заляпывания не будет. Но если они помыты полчаса назад или больше, то отпечатки пальцев останутся, Шевер Холмс будет доволен. Далее. Я по-прежнему поддерживаюсь того мнения, что в электронной книжке должна быть только электронная книга. Больше ничего. Максимум музыка. Далее. Я по-прежнему думаю, что панель с алфавитом, чтобы что-то писать, тоже ни к чему, потому что, во-первых, это неудобно, во-вторых, я не вижу смысла. Но при этом я бы хотела, чтобы здесь была другая панель, как просто вот тут в ряд кнопочки, которые бы отображали с определенными значками или под цифрами даже, которые бы отображать вот это меню по книге. Потому что так вот сидеть, там тыкать, что-то курсор еще не сразу переходит. Ты можешь перетыкать, и придется опять вверх, там ползти, вот этой вот палочкой, это все не у курсора. Пардон. Это очень, на мой взгляд, неудобно. Куда удобнее было бы здесь еще продублировать тут кнопками. Может, со мной кто-то и не согласится. Главное, с удовольствием не показала. И кнопки, вот они, это кнопка «Возврат» и кнопка «Обновление страницы». Если книжка вдруг зависнет, то... Виснет она, кстати, не часто, но бывает. Бывает. Собственно, что тебе еще рассказать? Так, а я обещала показать, как писать заметки. Вот, пожалуйста, я нажала на кнопку «Меню по книге». Он мне вывел «Общее меню». Здесь у нас шрифт. Так, дата и время, язык, время выключения. То есть, это не в прямом смысле время выключения, нет, то есть, 10 часов детям спать, да? Именно подразумевается под этим меню режим ожидания. То есть, книжка в простое, там, 3 минуты все, она приходит в режим ожидания. информация о системе. Я ее теперь оставлю в инфобаре, чтобы личное время не занимать, и мало кому это интересно. Сброс заставки, это настройка, определенные фотографии под заставку. заводские установки, датчик положения, что-либо так, либо так, и, собственно, выкол. Да, выкол. Итак, все-таки я покажу, как заметки делать тебе. И моя книга прям скромница такая, вот не хочет на показ выставлять свои достоинства, то ли что, то ли тебе так повезло, кого-то не было. Это выглядит, как такой экран, разделенный на две части, и вот здесь перечень букв, и ты по ним гуляешь вот этим вот джойстиком, выбираешь букву, то есть очень удобно таким образом делать какие-то заметки любителям заметок. Вот. Ну, я в любом случае предпочитаю это делать все-таки ручкой. Вот. А в таком формате я только читаю. Вот. Собственно, это все, что я хотела и могла сказать. Напоминаю, если тебе интересны какие-то характеристики, то технического плана, то я их оставлю в инфобаре, читаю внизу. Ну, это все. Пока.